Третий раз уже переделываю это видео. По плану сегодня должен был выйти совсем другой ролик. Но я пришел к выводу, что без некоторой доли теории он будет не совсем понятен для новичков. Вернее не всем будет понятно мое негодование в следующем ролике. Я часто говорю о геометрии клинка и строю клинка. Сегодня попробуем разобраться, что такое скандинавские спуски и чем они хороши и что такое финка. Если схематично представить поперечный срез любого классического клинка, мы увидим такой профиль. Это полоса, в верхней части толстый обух, переходящий в спуски и внизу подвод, обеспечивающий остроту. Не вдаваясь в подробности, какие углы и толщины близки к идеальным, скажем, что такой профиль знаком каждому. И думая о ноже, чаще всего представляем именно это. Но это не единственный вариант геометрии. Еще давным-давно люди стали делать ноже без подвода, просто спуски в ноль. Обычно в таком ноже спуски начинаются от нижней трети клинка или выше. Такую геометрию принято называть скандинавской, традиционной для народов Швеции, Норвегии, Финляндии и так далее. И поэтому нож с прямым клинком и спусками в ноль у нас принято называть Финкой. На первый взгляд кажется, что такая геометрия куда проще в производстве и скорее всего менее эффективна в применении. Но на практике оказывается, что такая геометрия имеет множество плюсов. По сути нож с таким строем клинка уже приближается к стамеске или рубанку. Поэтому такой нож является отличным бушкрафтом. Такие ножи отлично проявляют себя в работе с деревом, хоть твердым, хоть мягким. Очень высокая бриткость такого клинка позволяет применять его практически во всех видах работ. Ножи с такими спусками имеют отличную жесткость на боковые нагрузки, так как значительно меньшая часть металла удалена с клинка. А значит жесткость не теряется. Поэтому скандинавские ножи даже с обухом в 2,5 мм имеют отличную жесткость. Сравнимую с ножами с классической геометрией с обухом 3,4 мм. Из этого следует еще один плюс. Они легче при той же жесткости. Но это не точно. У скандинавских ножей есть еще одна фишка. В полевых условиях при незначительном затуплении их легко заправить точильным камушком обратно врез, стесав немного одну из кромок. Это бывает очень полезно, тем более, что так можно успешно сделать несколько раз, пока не придете к классическому подводу. Любой турист оценит такой подход. Нож с такой геометрией имеет меньший угол заточки, чем привычные большинству пользователей ножи. И на практике многие особо далекие от ножевой темы люди считают, что ножи с такой заточкой просто мусор, так как не способны разрубить гвоздь. Но тем, кому надо нарубить достаточно гвоздей до зимы, я вообще не рекомендую покупать ножи. А реальный минус этих ножей в том, что их не так просто заточить и вернуть заводскую заточку. Вернее, для заточки придется удалить больше металла, чем при заточке обычного ножа, где требуется пройтись только по тонкому подводу. В скандинавах нужно точить весь спуск, в конце желательно хоть немного отполировать его. В то же время, есть противоречивый плюс в заточке. Широкий спуск легко удерживать рукой на камне, в отличие от тонкого подвода. Поэтому даже новичку не составит труда научиться точить такие ножи на камне. Надеюсь, это видео было не скучным, а было полезным. Вы теперь знаете, что такое финка или скандинавский нож. Если вам хочется узнать больше о ножах, материалах и о процессе изготовления, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интерес от вас, будут новые ролики от меня. Продолжение следует...